Ремонт Солочинского моста провели в прошлом году. На нем нужно было менять деформационные швы, срок эксплуатации которых закончился. Из-за работ на мосту неоднократно образовывались пробки. Подрядчик закончил работы осенью, в сроке уложился. Правда, покрытие оставляет желать лучшего. Дорога стала похожа на стиральную доску. Жители города начали жаловаться в различные инстанции. К решению проблемы подключились депутаты Рязанского обкома КПРФ. Как вы помните, нам говорили, что при ремонте моста будут использованы новые полимерные технологии. По своим свойствам они долговечные, стойкие к реагентам и имеющие высокие гидролизационные свойства. И что качество, произойдет все ожидания. Действительно произошло, ожидания были другие. Но все ли дело в этом покрытии? Насколько я помню, этот полимер клали на совершенно неровный бетон. Проезжая по мосту, я еще удивлялся. И это все? Разве слой, заявленный 16 мм, способен скрыть все неровности и ямки? Как выяснилось, нет. Связано это с ремонтом моста или нет, но министр транспорта региона Андрей Саевич в октябре прошлого года покинул свой пост. Назначенный на эту должность Евгений Беледнецкий на своей первой пресс-конференции заявил, что все недочеты на Солочинском мосту подрядчик устранит по гарантиям. Ни технического решения, ни работ автолюбители в этом году так и не дождались. Гендиректоры компании, выполнявшие ремонт Солочинского моста Юрия Малафеева, задержали в июле. Ему вменялась часть 4 статьи 159. Мошенничество в особо крупном размере. Как писали рязанские СМИ, обыски прошли в офисах Альянс Дорстроя, а также в квартире бывшего министра транспорта Андрея Саевичева, в квартире бывшего заместителя министра транспорта Рязанской области Данила Рубцова и еще у ряда сотрудников Минтранса и Альянс Дорстроя. Даже после этого недочеты на мосту не устранили. В августе он снова оказался в центре внимания. Там произошла крупная авария. Погибли люди. Всем не помним трагедию в августе, когда на Солочинском мосту была серьезная авария с летальным исходом. Сотрудники ГИБДД в разговоре говорили, что как раз это произошло из-за покрытия, которое не выдерживает скоростной режим в дождливую погоду. Возникает резонный вопрос. На что были потрачены 300 миллионов рублей из областного бюджета? Деньги немалые. И почему Министерство транспорта Рязанской области не контролировало ремонт моста на всех этапах должным образом и запустило его в таком виде? Как отметил первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, руководитель фракса КПРФ Рязанской городской думе Денис Сидоров, в соседних Липецкой и Владимирской областях дороги намного лучше, чем в Рязани. Что мешает привести в порядок дорожное полотно в Рязани, остается только гадать. Чтобы еще раз обратить внимание на проблему Солочинского моста, Денис Сидоров направил депутатский запрос в региональный Минтранс. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».